Здравствуйте! В эфире новости. В начале выпуска коротко о главном. 162 страны входят в Международную организацию по стандартизации. Международный день стандартов отметили в Караганде. Пей мед, ешь мед, лечись медом. Медовая выставка в городе. 25 лет Карагандинскому национальному центру Видергебурт. Жители Майкудука мерзнут в холодных квартирах. Отопительный сезон в Карагандинской области стартовал еще в начале месяца. Однако без отопления до сих пор остаются десятки многоэтажных домов. Температура в помещениях не поднимается выше 10 градусов тепла. И это несмотря на круглосуточно включенные электрообогреватели. Замерзающие жители едва выдерживают при низких температурах в квартире. С наступлением холодов они вынуждены спать одетыми, укрывшись несколькими одеялами. Карагандинцы даже задумываются запастись масляными радиаторами и теплыми кофтами. Потому что из-за капризов предпринимателя нынешняя зима может стать для них сплошным ледниковым периодом. Трубы тупо обрезают, то есть они ему фактически в магазине не нужны. Он говорит, вам надо, я согласен на проведение, чтобы стояки были в магазине, но чтобы подачи и обратки в магазине не было. И мы сидим без отопления по его вине. То есть он не хочет и переделывать за свой счет. Значит говорит, вам надо, вы делайте. Мы от безысходности, я детей вот так вот на Купово и бегу к бабушке, в четвертый дом, чтобы хоть немного согреться. Дома действительно холод. У нас еще помимо этого магазин внизу. Представьте, у нас вот от холода и от магазина как тянет. Вот я в обуви, я в кроссовках дома хожу. Жители, лишенные отопления, винят в своих бедах магазин, что находится в первом подъезде. Говорят, хозяин торговой точки наотрез отказывается от подачи и обратки. Однако, собственник магазина уверяет, председатель КСК нужных материалов для проведения работ по теплоснабжению не предоставил. Между тем, председатель КСК своей вины тоже не признает. Заявляет, ситуация с подключением отопления ухудшается из-за беспечных жителей. Вот так проблемы с теплом решить не могут. Вот усугубляется еще все самой банальной причиной – нет денежных средств. Канализация забивается, уходит в дом. Когда вот забрасывает что-то, что-то, все оно поступает в дом. Канализацию прочищает, она оттуда уходит. Порвет трубы или где-то что-то, это тоже остается. Нет, почему вы летом, это все здесь. Настоящие холода не за горами. Полностью всех снабдить благами цивилизации обещают только после того, как соберется нужная сумма. А это две тысячи тенге с каждой квартиры. Вот люди замерзающих квартир и считают дни до этого события, кутаясь под шерстяными одеялами. Мирамгуль Салкимбаева, Айден Жакан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Таможенный союз – это репетиция перед вступлением Казахстана во Всемирную торговую организацию. С таким напутствием от президента Республики Казахстан провели в Караганде семинар, посвященный Дню стандартизации. Карагандинский филиал Казахстанского института стандартизации и сертификации, учитывая новые условия единого таможенного пространства, определил тему для встречи предпринимателей как международные стандарты по созданию равных условий. Стратегическая задача – это международное сотрудничество. И благодаря Казахстанскому институту стандартизации, комитету технического регулирования, на данный момент Казахстан является полноправным членом Международной организации по стандартизации. Сегодня Казахстан живет в этапе завершающих процедур по вступлению страны во Всемирную торговую организацию. Это значит, что стандарты должны выставить заслон некачественной продукции. Среди 162 стран мира Казахстан входит во Всемирную организацию по стандартизации, которая разработала 16 тысяч стандартов, направленных на безопасность продукции, ее качество и экологическую чистоту производства. На сегодня отказавшись придерживаться международных стандартов, можно получить хаос. Ведь, согласно библейской притче о строителях Вавилонской башни, она рухнула, когда был утерян единый язык. Стандарт как раз и является связующим звеном между производителем и потребителем. Сегодня, особенно со вступлением в таможенный союз и с единым экономическим пространством, роль стандартов существенно возрастает. И для нашего казахстанского рынка это имеет большое преимущество в плане того, что мы защищаем свой рынок от некачественной продукции, которая заводится из-за пределов нашей страны. Выбирая тот или иной товар, мы не думаем о стандартах, мы смотрим на качество. А это неразрывные понятия. Чтобы добиться слияния этих двух значений, нужен труд многих людей. Нужны испытательные лаборатории для проверки сертификационных требований, которых не хватает не только в регионе, но и в стране. При поддержке комитета по техническому регулированию и стандартизации сегодня это поставлено на более такую системную основу, чтобы в Казахстане максимально было большее количество именно вот таких испытательных лабораторий, сертификационных центров. Мы в частности на заседаниях рабочих штабов, я вот давал поручение национальной палате предпринимателей, нашему региональному филиалу, чтобы они рассмотрели с позиции бизнеса создание соответствующих сертификационных центров. Стандарты в современной жизни имеют очень большое значение и влияют на темпы развития и уровень производства. Помогают малому и среднему бизнесу конкурировать, открывают выход на рынки экспорта, повышают доверие со стороны потребителей, открывают новые возможности развития отечественного производства. Отрадно, что на территории Карагандинской области есть предприятия, которые уже работают по законам ВТО, применяют международные требования, такие предприятия электротехнического, то есть также предприятия, выпускающие пластмассовую продукцию. И, конечно, наши предприятия работают в непростых условиях единого экономического пространства. Международный день стандартов подразумевает более полное понимание значения международной стандартизации и ее роли в развитии казахстанской экономики. Сергей Высокосов, Ужас Габбасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Не переключайтесь. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal. Офис, балкон или лоджию – это Ваш профиль. Стандартная система – профиль Galvin. Профиль Galvin 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Galvin 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не задержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin – морозостойкий, надежный, прочный. К другим новостям. В Караганде назначили нового председателя областного суда. Ермек Серегпаев ушел в отставку, а новым председателем стал Мусабек Олимбеков, ранее занимавший должность председателя суда Евразийского экономического сообщества. Аким области Нурмухамед Абдебеков, секретарь областного маслихата Нурлан Дулатбеков представили нового председателя областного суда. В своем выступлении главный судья страны Кайрат Мами познакомил нового председателя и выразил доверие Мусабеку Олимбекову. Я не сомневаюсь, что на новой должности Мусабек Турганбекович еще больше поднимет авторитет суда в регионе и улучшит качество осуществлений судебных решений. От вашего имени хочу поздравить с новой должностью и пожелать успеха в работе. Олимбеков Мусабек родился в 1954 году в Жамбульской области. Женат, отец троих детей. В 1981 году окончил Казахский государственный университет имени Кирова по специальности юрист. В судебной системе работает более 30 лет. Был председателем Южно-Казахстанского областного суда, Алматинского городского суда и Верховного суда Республики Казахстан. Награждался орденом Парасад и почетной грамотой президента. Имеет почетный знак союза судей Республики Казахстан В эти дни отметили 25-летие Карагандинского областного немецкого этнического центра Видергебурд. В торжествах принял участие заместитель Акима области Жан Дос Абишев. Карагандинский областной немецкий центр открылся в далеком 1989 году. Это один из первых этнических центров в нашей стране, который занимается продвижением культуры немецкого народа, для которого Казахстан стал родиной. Основная задача центра – это возрождение традиций и обычаев немецкого народа, сохранение национальной самобытности. Основная деятельность немецкого центра заключается, конечно же, в продвижении немецкой культуры на территории Казахстана, а также при немецком центре существует помощь пожилым людям, социальная помощь малоимущим. Также, конечно же, там проходят курсы немецкого языка, что является немаловажной частью. Так, по воскресенью у нас есть детская воскресная школа и занимаются подрастающие дети. Даже на исторической родине наших земляков удивляются тому, как удалось сохранить все традиции и обычаи своего народа. Большое внимание уделяется тому, чтобы немецкая часть населения чувствовала себя комфортно в политической, экономической и социальных областях жизни в Казахстане. С первых дней этноцентр проводит концертные программы с целью сохранения культуры и традиции. Сегодня мы показываем фантомимы, которые называются «Выбор за тобой». Социальный театр, он существует уже очень давно, и мы показываем проблемы, которые связаны именно с молодежным обществом. То есть проблемы, связанные с отношениями между молодежью, с такими проблемами, как алкоголь, наркотики и тому подобное. Карагандистское областное общество «Немецкий центр Видергебурт» сегодня объединяет порядка 10 тысяч человек. Его филиалы образованы во всех городах-спутниках областного центра, а также в Балхаше и Сатпаеве. При центре действует также немецкий образовательный комплекс и станция социально-медицинской помощи. В Казахстане сосуществует много этносов, и они живут мирно и дружно. Это является примером для всех содружеств и для всего мира в целом, и отвечает задачам, изложенным в послании президента страны «Казахстанский путь 2050 – единая цель, единые интересы, единое будущее». В Караганде вновь проходит фестиваль русского мёда. О целительных качествах продуктов пчеловодства всем известно с незапамятных времен. И не только народная, но и современная медицина часто использует мёд для лечения широкого перечня заболеваний. У карагандинцев есть возможность приобрести этот натуральный продукт. Участники фестиваля представили жителям города не только мёд самых различных сортов, но и разнообразие сладостей, такие как халва, конфитюры и прочие восточные сладости. Пчеловодам есть чем гордиться. Их продукция всегда пользуется устойчивым спросом и может составить достойную конкуренцию самым лучшим образцам аналогичной продукции других регионов. Всю продукцию у нас можно продегустировать. Мы работаем до конца месяца, до 31 числа, с 10 до 8, каждый день без перерывов, без выходных. Всех жителей Караганды живем к нам за мёдом. На фестивале более 40 видов мёда. Глядя на прилавок, просто теряешься в выборе. Покупатели могут попробовать мёд и при покупке одного литра любого вида, литр цветочного вы получаете в подарок. Натуральный мёд привозят из Башкирии, Алтая, Кавказа, Дальнего Востока, Воронежа, Сочи и других регионов России. Брали для того, чтобы лечиться, потому что мёд идёт для лечения. И сказали, что тут очень хороший мёд, поэтому мы приехали издалека взять мёд здесь. Покупатели, купив мёд один раз, с нетерпением ждут приезда пчеловодов. Также посетители могут узнать ещё много нового для себя. Каких сортов бывает мёд, как его выбрать и чем он полезен. Пчеловоды охотно делятся своими знаниями. Мёд берётся для лечения. Вот примерно я делаю лекарства. Мёд, алой и когор. Он помогает и от желудка, и от всего. И вообще так мёд с чаем пить. Когда вот простынешь, мёд помогает. С молоком кипячёным, масло туда мьёт. И всё это проходит. Кашель. Распознать настоящих пчеловодов сегодня в интересах самих же покупателей. Оптовики скупают мёд у пчеловодов, а потом проделывают с продуктом нехитрые манипуляции. Итог. На прилавках красивый, дешёвый, но не настоящий мёд. Но на фестивале продаётся только самый качественный. В доказательство тому сертификаты. Мёд проходит проверку в Челябинске и на границе. Пчеловоды дают стопроцентную гарантию. Мёд – уникальный продукт, подаренный нам природой. Аминокислоты, входящие в состав мёда, улучшают деятельность головного мозга и память. Также способствуют введению вредных веществ из организма и сохраняют молодость. Фестиваль русского мёда продлится до конца октября. Приходите и успейте купить природный натуральный продукт. Управление по вопросам молодёжной политики Карагандинской области вновь восстановило работу телефона доверия для молодёжи СИНЭМ. Молодые люди нашего города теперь снова могут рассчитывать на оказание психологической и информационной помощи. В Караганде вновь начал работу телефон доверия СИНЭМ. Позвонив сюда, вы можете рассказать о трудной жизненной ситуации или попросить советы у специалистов. Подростковый период – один из самых сложных этапов становления личности человека. В этом возрасте ребёнок, пытаясь принимать самостоятельные решения, не всегда получает ожидаемую оценку, что вызывает эмоциональный дискомфорт и может стать причиной необдуманных, отчаянных поступков. Сущность этого телефона заключается не только в том, что нужно позвонить, рассказать какую-то историю, допустим, или пожаловаться на кого-то. Мы этим не занимаемся. Наша задача, чтобы человек, который поднял телефон, набрал наш номер 8 800 080 81 18, получил ответ на той стороне связи, где его выслушали, где его полностью поняли и где ему помогли. Любой молодой человек в возрасте до 29 лет может набрать номер телефона доверия и поделиться своей проблемой из любого города или района нашей области совершенно бесплатно и анонимно. Также обратиться по телефону доверия с сыном могут родители, имеющие проблемы в воспитании ребенка. Не все проблемы решаются путем телефонного разговора. В таких случаях операторы приглашают звонившего обратиться в центр, где его выслушает психолог. Одним из таких, чья проблема оказалась более глубокой, оказался Данил Кряжев. Ты разговариваешь с человеком, объясняешь ситуацию, какая твоя проблема, тебе объясняют выход из этого положения, как это можно решить. И в принципе, да, помогает. На сегодняшний день за консультацией обратились 405 человек. Из них около 300 решили позвонить впервые, а остальные уже являются постоянными клиентами. В Караганду прибыла кенийская делегация. Компания Юнити часто принимает гостей из Кении. Они тесно сотрудничают на протяжении шести лет. У компании Юнити подписаны долгосрочные контракты и налажены тесные контакты с крупными чайными компаниями Кении и Индии. Мы каждый день пьем чай и никогда не задумываемся, откуда и кто его привозит. Об этом вам расскажут наши корреспонденты. История чаеводства в Кении восходит к самому началу прошлого века, когда английские колонизаторы заложили на африканской земле первую чайную плантацию. Позднее Кения превратилась в одну из крупнейших чаепроизводящих стран мира, какой и остается до сих пор. Наш главный офис находится в Дубае. Он отвечает за логистику и за поставку. Мы сотрудничаем с Карагандой с 2008 года. За это время экспорт составил 4 миллиона килограммов. На плантации работают около 560 тысяч фермеров. Чай продается через аукцион в городе Момбаса. Это крупнейший город в республике Кении. Компании производят 260 тысяч тонн чая в год. Известные названия чая, такие как «Долина Нанди», «Темба» были разработаны совместно с поставщиками и сотрудниками компании «Юнити». Площадь наших чайных плантаций – 159 гектаров. Мы приезжаем в Казахстан очень часто. Наша продукция распространяется в 47 странах мира. Это Англия, Йемен, Судан, Россия, Казахстан, Пакистан и другие. Компания «Юнити» начала свою деятельность в 1995 году с мелкооптовой и розничной продажи продуктов питания. В 2009 году запущен цех по фасовке чайной продукции и осуществлен выход на чайный рынок Казахстана с брендом «Долина Нанди». В 2009 году произошло расширение чайной линейки продукции путем внедрения нового бренда «Темба Голд». По покупке чая мы начали заниматься с 2008 года. Мы вышли на внешний рынок, в внутреннем рынке, маржинаизм была маленькая. И по покупке пассажиков мы вышли на Кению, на кенийский пассажиков, чайная компания «Чайный рейтинг» КТД. Благодаря развитой торговой сети чайная продукция реализуется практически во всех областных центрах Республики Казахстан и в городах России. Кенийский чай содержит много тонина, обладает высоким тонизирующим эффектом и рекомендуется для утреннего чаепития. Его вкус отлично сочетается с молоком или сливками, что очень ценится англичанами. Да и казахстанцы тоже известны и приверженцы чая с молоком. Лариса Хусынова, Олжас Габасов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Карагандинская хоккейная команда «Сарарка» на выезде в Сухую обыграла хоккейную команду «Торос» в городе Нефтекамск. Благодаря победе наша команда лидирует в турнирной таблице высшей хоккейной лиги. В первом периоде матча уже на четвертой минуте Егор Шасин открывает счет. На 11-й минуте игры Эрик Шевченко удваивает преимущество. По окончанию первого периода на табло счет составил 2-0 в пользу карагандинцев. Во втором периоде игры Олег Ломако успешно завершил контратаку и стал автором третьей шайбы ворота хозяев. В начале третьего периода Сергей Елизаров установил окончательный счет 4-0. Нужно отметить, что нападающий Анатолий Васильев провел юбилейный сотый матч за «Сарарку», а вратарь Владимир Ковач впервые в сезоне оставил ворота нетронутыми. Следующая игра подопечных Алексея Фетисова пройдет 15 октября в городе Ижевск против местного хоккейного клуба «Ишсталь». Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Аман Сауболгстар.